МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотри в оба. Программа о новостях и тех, кто их делает. В студии Андрей Черкасов. Здравствуйте. Мы ищем информацию из разных источников, сравниваем и представляем на ваш суд. В ближайшие полчаса о том, чем были заняты СМИ на этой неделе. Сегодня в программе. Теракт в питерском метро. Глазами СМИ, очевидцев и социальных сетей. Из министров информации в президенты. Сербия выбрала нового главу государства. И мидия ему помогли. Шведские интернет-тролли. Можно все, но в границах закона. Экстремальная журналистика. Работа в чрезвычайных ситуациях или в горячих точках. На этой неделе такой точкой на время стал сам Петербург. Российские медиа начали сообщать о теракте практически моментально. При таком чрезвычайном событии, когда поначалу деталей немного, возможны неточности и ошибки. От них никто не застрахован. Удивило другое. Выводы, которые стали делать отдельные СМИ, сгребая в одну кучу угрозу исламского терроризма и недавние акции протеста против коррупции, прокатившейся в российских городах. Все это, по мнению отдельных медиа, подрывает стабильность и безопасность в стране. А еще удивило отсутствие очевидных вопросов властям. Как проглядели и допустили такой теракт спецслужбы в городе, где в этот день был президент страны? О какой борьбе с террористами на дальних подступах идет речь, когда они уже здесь и спустились в метро? Кстати, почему прошли и системы защиты на транспорте не сработали? А уже позже в сюжетах, к примеру, на канале «Россия-1» зазвучали знакомые нотки обиды. Европа не раскрасила в российский триколор здания и памятники, западные лидеры сухо и формально отреагировали на трагедию в Санкт-Петербурге. О реакции российских СМИ на теракт – первый материал программы. Начнем с трагических событий в Санкт-Петербурге. В результате взрыва в метро погибли 10 человек, 47 получили ранения. По последним данным, жертвами стали 14 человек. Страшная беда стала общей болью, сплотив жителей Петербурга. Следственный комитет объявил – это был теракт. Медиа сомневаться не стали. Взрыв квалифицирован как теракт. Понятно, что это теракт. В метро северной столицы – это первый теракт с таким количеством жертв. Атака террористов на петербургский метрополитен, по мнению специалистов, тщательно спланированная, беспощадная акция устрашения. В считанные часы у СМИ нашелся первый подозреваемый. Фотографии бородатого мужчины в черном облетели сайты и телеканалы. Был мужчина неславянской внешности, в темной куртке. Зашел в вагон, смотрел на всех с презрением. Версия с мрачным джихадистом продержалась недолго. Мужчина сам явился в полицию и заявил, что он к трагедии не причастен. На слово ему не поверили, с ним работают эксперты. Оказалось, что на снимке бывший десантник Ильяс Никитин. Ислам он принял после службы в Чечне и ни в каких преступлениях не замечен. Что, однако, репутацию ему не спасло. Федеральные каналы признали ошибку, но желтые статьи с обвинениями из интернета не исчезли. Ильяса сперва не пустили на борт самолета, а потом уволили с работы. Мидии же принялись обсуждать нового подозреваемого. О некоторым данным, которые приводят СМИ, преступление совершил террорист-смертник. Сообщалось о связи предполагаемого террориста с радикальными исламистами. Подозревают выходцы из Средней Азии. Вероятным исполнителем теракта в метро является урожение с Киргизия. Боржон Джалилов. 22-летний уроженец в Киргизии, гражданин России. Обнаружена голова подрывника и рука с зажатыми проводами. Его личность подтверждена экспертизой ДНК. Журналисты не скрывали удивления. Этот подозреваемый оказался совсем не похож на террориста. Внешне, как любой из тысяч пассажиров метро. Учился в колледже, работал в суши-баре. Это окна квартиры, где предполагаемый террорист-смертник жил последний месяц. Из этого дома с рюкзаком за плечами и с сумкой в руках Джалилов вышел. Следствие ищет возможных сообщников террориста. СМИ обсуждают возможных заказчиков. Версии звучат самые разные. Заказчик терактов, этот вот глобальный капиталистический класс. Вполне возможен украинский след. Мстить нам. В Петербурге ячейки той же Хизбут-Тахрир вычищают регулярно. Боевики запрещенные ИГИЛ празднуют победу в соцсетях, но ответственность на себя не берут. Что касается мотивов, то тут российские мидии едины. Террористы, кто бы они ни были, пытались дестабилизировать ситуацию в стране. Расчет был сделан на то, чтобы создать деструктивные процессы вокруг власти. Сегодня произошел этот двойной взрыв. Накануне произошли события в центре Москвы. Еще до этого, в прошлом воскресенье, был массовый выход людей, в том числе детей. Они хотят дестабилизировать ситуацию в России в канун начинающейся президентской кампании. Для зарубежных СМИ теракт в питерском метро также на время стал главной мировой новостью. Эфиры и сайты заполнило сочувствие и рассуждение, кто же мог совершить такое. Россия вместо США становится главной целью джихадистов, написала издание «Политика». Париж, Брюссель, а теперь Санкт-Петербург стал жертвой кровавого теракта. Европа выражает сочувствие. Горы цветов все растут. Очень похоже на взрыв в лондонском метро несколько лет назад. Кто за этим стоит? Каковы могли быть мотивы? Думаю, не случайно это случилось, когда в городе был Путин. Аналитики по безопасности предупреждали, что России угрожает ИГИЛ. После начала сирийской кампании Россия угрожает исламский терроризм. Пыль от взрыва еще не улеглась, а уже пошли разговоры о том, что теракт был местью со стороны джихадистов за действия России в Сирии. Западные СМИ пробили дном. Мария Захарова назвала вакханалии то, что творится на страницах зарубежных, прежде всего американских изданий. В российском медиа возмутились цинично и подло говорить о мести за Сирию. Но тема российской военной операции не сошла с передовиц. Режим Башара Асада обвинили в химической атаке в провинции Идлиб, предположительно унесшей жизни десятков людей, среди которых и дети. Москва, как обычно, вступилась за союзника в Дамаске. Сообщают о газовой или какой-то химической атаке в Сирии. Одна из худших атак за шесть лет войны. Фото и видео, приходящие из Сирии, просто ужасают. Эту атаку уже назвали военным преступлением. Даже нацистская Германия поддерживала отказ от химического оружия. Он продержался почти сто лет. Что дальше? Биологическое оружие? Ядерное? Сирийские активисты обвиняют либо правительственные войска, либо российскую авиацию. Зверства режима Асада нельзя оставить без ответа. Западные СМИ тогда поспешили обвинить в этой атаке Россию и Сирию. Только вот как выяснилось с фактами, это не очень-то соотносится. Твердое впечатление о постановочном характере видеоматериалов. В стране боевиков совершена провокация. Российские специалисты неоднократно фиксировали факты, для применения экстремистами химического оружия. 56 раз Россия призывала Соединенных Штатов и Америки бороться в Сирии вместе с Единым фронтом. Социальные сети, как и традиционные СМИ, наполнились сочувствием и поиском виновных. Рунет на этой неделе говорил в первую очередь о теракте в Санкт-Петербурге. В отличие от федеральных каналов, российский интернет обсуждал разные версии причин трагедии и продолжал задавать вопросы, на которые власти так и не ответили ни до, ни после антикоррупционных протестов, гремевших в России всего неделю назад. Слушала и читала Анна Шаманская. Теракт стал настоящим шоком для Петербурга. Но в ответ на произошедшее горожане сплотились и протянули друг другу руку помощи. Из-за транспортного коллапса в центре города многие петербуржцы не могли оттуда выбраться. На помощь пришли соцсети и хэштег «Домой». Таким образом водители предлагали ВКонтакте, Фейсбуке и Твиттере бесплатно подвезти людей. В Твиттере писали «Читаю про такси, про хэштег «Домой» и знаете что? Сегодня весь Петербург ощущается одной семьей». Были в Рунете и те, кто тут же начал высказывать свои предположения о том, кто может стоять за терактом. Предвыборная кампания Владимира Путина традиционно начинается с терактов. «Мы никого не обвиняем, просто сообщаем о тренде», – твитнул один аккаунт. Михаил Ходорковский написал «Погано. Напоминает события в Москве. Начало царства». Журналист Олег Кашин твитнул, а потому что Исаакий не надо было трогать, ссылаясь на попытку передать собор православной церкви. Многие Кашина не поняли, откровенно оскорбляя его в ответ. Журналисту пришлось объясняться. «Воцарившиеся в городе набожные временщики начали, пользуясь своей властью, делать из него что-то совсем несусветное с казаками и православными активистами. Эти события теперь навсегда встанут рядом в календаре. Отъем у города его главного храма и взрыв в метро». Не все были согласны с конспирологами. Журналист Леонид Рогозин твитнул, «Не могли бы все конспирологи заткнуться и вдохнуть. Люди погибли и погибают. Неподходящее время для ваших речей». Другую реакцию на свой твит наверняка ожидал и премьер-министр Дмитрий Медведев. «Мои соболезнования родным и близким жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга. Это общая боль», – твитнул он. В ответ далеко не только благодарность и сочувствие. «Потому что надо террористов ловить, а не школьников за репосты», – твитнул один пользователь. «Просто нужно кататься на лыжах, а не на метро. Так, Дмитрий Анатольевич?» – спрашивает другой. На следующий день после теракта Медведев решил впервые ответить на расследование Алексея Навального «Он вам не Димон», назвав его «компотом», «разной мутью», «чушью» и какими-то бумажками. Тем самым устроив пользователям твиттера праздник. «План оправдания Дмитрия Анатольевича – первое, второе, третье и компот», – говорится в одном твите. Муниципальный депутат Москвы Константин Янкаускас написал в Фейсбуке. «Фильм в БК был про дачи и виноградники Медведева, а его ответ – про компот, чушь и неокрепшие умы. Значит, показали правду». Судя по реакции в Рунете и возрастной категории участников недавних антикоррупционных протестов, а это молодежь, которой телевизор смотрит редко, в России сложилась уникальная ситуация. Страна фактически имеет две противоположные аудитории. Одну в телевизоре, другую в интернете. Если верить источникам издания РБК, то в Кремле таким положением обеспокоены и задумались о корректировке повестки российского ТВ. В преддверии предстоящих выборов президента телевидение должно стать ближе к народу. К внутренним проблемам общества и страны. Зритель, отмечает издание, устал ежедневно находиться на военном информационном фронте. Тем не менее, эксперты РБК сомневаются, что пропаганды теперь станет меньше. Потерять контроль над телевидением для власти опасно. Далее в программе. Из министров информации в президенты. Сербия выбрала нового главу государства. И мидия ему помогли. Шведские интернет-тролли. Можно все, но в рамках закона. Слияние власти и СМИ вовсе не исключительно российский феномен. Нечто похожее переживает сейчас и Сербия. Страна избрала нового президента и не в последнюю очередь, благодаря его влиянию на мидия. В первом же туре и с большим перевесом на выборах президента Сербии победил Александр Вучич, действующий премьер и бывший министр информации. За проголосовали 1 миллион 938 тысяч 854 избирателя или 55,02%. Результаты выборов сербские средства массовой информации встретили без особого удивления. В западной части Балкан ничего нового. Судя по заголовкам газет, в Сербии просто произошла рокировка. Сербия после президентских выборов останется на европейском пути и сохранит дружеские отношения с Россией и Китаем. Александр Вучич свою победу называет чистой, как слеза. Да и в сербских СМИ критика его кампании почти незаметна. Но оппоненты уверены, все средства массовой информации работали в интересах одного кандидата, а Вучич злоупотреблял положением премьера. Впервые со времен режима Милошевича фаворит выборов не принимал участия в теледебатах, хотя его и приглашали туда несколько конкурентов. Это, однако, не означает, что в средствах массовой информации Александра Вучича не было видно. Наоборот, по данным исследований, он доминировал в печатных СМИ, а также в эфирах обоих государственных каналов РТС и РТВ и частного телеканала ПИНК. 92% эфирного времени на телевидении было отдано Вучичу, причем в основном в позитивном контексте. Накануне выборов семь из девяти крупнейших сербских газет вышли с рекламой Вучича на передовицах. Какое разнообразие мнений иронизирует Юг Пресс? Похоже на Северную Корею, осуждает бывший президент Сербии Борис Тадич. Вы просто завидуете, парирует канал Б-92. Проигравшие обвиняют в своем поражении СМИ, а не политику, за которую они выступают. О нездоровой обстановке в сербских СМИ говорят не только проигравшие политики, но и многие журналисты. Профессия – это малооплачиваемая и опасная. Нападение на работников СМИ расследуется медленно. Все это приводит к самоцензуре. Журналисты теряют объективность и отстаивают интересы собственников. Кого именно – не всегда известно. Ведь, несмотря на реформы, в Сербии до сих пор зачастую неясно, кто именно владеет и управляет средствами массовой информации за подставными хозяевами политики и олигархи. При этом регулирующие органы, как считают в Бюро социальных исследований, закрывают глаза на необъективность и нарушение стандартов. Это очень опасно, считают независимые журналисты. СМИ в Сербии не только служат инструментом в руках власти и являются звеном в коррупционной цепочке, но и превратились в опасное социальное и политическое явление, которое может привести к очень серьезным потрясениям, включая военный конфликт. Недовольные и работы средств массовой информации, и победы Вучича в Сербии есть. Тысячи людей вышли протестовать на улице полутора десятков городов. Поздравления поступают со всех сторон, но не от этих людей. Это не видано в Европе, разве что в России так Путин побеждает. Пусть шумят, лишь бы мирно, ответил на протесты победитель. Юлия Петровская, специально для Смотри ВОБА. Среди недовольных в Сербии немало молодежи, как и в России. На выборах у них был даже свой кандидат. Студент Лука Максимович присоединился к президентской гонке в шутку. Но неожиданно пришел третьим и набрал 9,5% голосов. Отчего же так устали сербские избиратели, что готовы голосовать за непроходных кандидатов? Об этом и о ситуации в местных СМИ поговорим с Драганом Штемлинином, сербским журналистом балканской редакции «Радио Свобода». Драган, спасибо большое за интервью. Что из себя представляют сербские СМИ? Сколько в стране телеканалов и печатных изданий, и насколько они независимы? Медиа-ситуация в Сербии запутанная и хаотичная, если коротко. Есть пять общенациональных телеканалов, плюс много региональных. Десятки ежедневных, еженедельных печатных изданий. На первый взгляд, выбор довольно богатый, но только на первый взгляд. В Сербии мало независимых СМИ. Парадоксально, но их сейчас даже меньше, чем во времена Милошевича. Тогда большинство медиа были средствами государственной пропаганды. Но существовали также влиятельные СМИ, работавшие на деньги международных доноров. Когда Милошевича свергли, ЕС потребовал от Сербии приватизировать СМИ. Иностранные доноры отозвали поддержку, и независимым изданиям пришлось искать деньги на внутреннем рынке, потакать вкусом публики и идти на сделки с властью. С точки зрения журналистов, того, как им работалось, отличались ли эти выборы президента Сербии от предыдущих? Как велась кампания? Насколько сильно власти давили на независимые СМИ? Если сравнивать эти выборы со временами Милошевича, то, несомненно, они были более честными. Не было столько ненависти и очернений оппозиционных кандидатов. Но атмосфера вовсе не была демократичной. Каждый вечер в телевизионном эфире Вучича нахваливали как лучшего из возможных кандидатов и гаранта стабильности, в отличие от других, которые будто бы тянут Сербию в прошлое. Таблоиды не только критиковали оппозиционных политиков, но и перемывали их грязное белье, писали об их сексуальной ориентации, любовницах, преступлениях, и все без каких-либо доказательств. Как пример, мы видели парадоксальную, удивительную ситуацию, когда семь газет вышли перед выборами с одинаковыми первыми полосами, вплоть до слоганов. Да-да, в поддержку Вучича. Парадоксальная ситуация складывалась в Сербии и вообще на Балканах, и в постсоветском блоке. Под покровом демократии у авторитарных лидеров появляется еще больше пространства для маневра. Орбан в Венгарии – правящая коалиция в Польше и Сербии с Вучичем. У нас, говорят, независимые СМИ пережили диктатуру Милошевича, но не пережили демократию. Мы видим, как Вучич, пользующийся поддержкой и ЕС, и России, как он, вроде бы демократический лидер, правят довольно авторитарно. Но, несмотря на убедительную победу Вучича, Белград все же на этой неделе видел массовые протесты. То есть, существуют люди, недовольные его политикой. Да, конечно. С одной стороны, победа была убедительная, но с другой – 45% избирателей отдали голоса другим кандидатам – оппозиционерам. Правым, левым, пророссийским, проевропейским. Прошедших протестов недостаточно для серьезного давления. Но это сигнал и для Вучича, что он не сможет править, как средневековый король. И для Запада, что есть в Сербии либеральные силы, и они чувствуют себя забытыми и преданными, как в 90-е. Нельзя ради стабильности в регионе, в Косово и Боснии, закрывать глаза на нарушение демократии. Это может привести к еще большей нестабильности. Вы думаете, этот сигнал будет услышан? Боюсь, для этого нужно большее давление. Не 10-15 тысяч людей, а 200 или 300 тысяч. Но если Запад как-то отреагирует, то и Вучичу придется. Если в Сербии власти стремятся максимально контролировать СМИ, то, например, на севере Европы они наоборот, как можно меньше вмешиваются в работу медиа. Даже скандальные и провокационные ресурсы успешно работают, пока не нарушают законов. Пример – портал «Проверяем Швецию». Он распространяет скандальные телефонные разговоры с участием знаменитостей. Что-то вроде российских пранкеров на шведский манер. «Гранд Книгцверье» – сайт небольшой, всего 75 тысяч посещений за несколько лет. Но сейчас это самый обсуждаемый в Швеции портал. Ссылки отсюда ведут на YouTube-каналы с аудиозаписями телефонных разговоров. Сотни роликов, и у каждого из них тысячи, а то и десятки тысяч просмотров. Журналисты, чиновники, ученые по шведской традиции открытости отвечают на телефонные звонки. Подолгу говорят с незнакомцами, что-то объясняют. Наконец, нервничают. Вот работника радио «Швеция» расспрашивает, почему французский национальный фронт в эфире зовут «правой партией». А журналисты газеты «Экспресс» расспрашивают, почему тот не любит право-консервативную партию шведских демократов. А редакторы газеты спрашивают, почему в репортаже о преступлении не упоминают, что его совершили иммигранты. Редактор обвиняет звонящих в расизме. Это становится заголовком. Как проходят такие разговоры? Что из записанного попадает в Ютьюб? Кто стоит за сайтом? Во всем этом решил разобраться Матиас Столе, журналист региональной газеты из города Эскельстуне. Было неожиданно и даже немного шокирующе. Еще до того, как я взялся за дело, было понятно, что у них есть какая-то организация, структура. Но я ни за что бы не предположил, что они организованы столь серьезно. Работал Матиас Столе под прикрытием, завел фейсбук-аккаунт на придуманное имя, лайкал и расшаривал материалы против иммигрантов в поддержку местных крайне правых и внешней политики Москвы. Потом связался с Грандскингсвери и предложил свои услуги. Ему пообещали оплату и дали темы для телефонных разговоров. Так журналист получил доступ к запароленной части сайта. Эта фабрика троллей называется Грандскингсвери. Это один из наиболее серьезно организованных центров правой ксенофобской пропаганды и откровенной расовой ненависти. Статью Матиаса Столе заметили и ее герои, и другие журналисты. Сайт газеты подвергся дидос-атаке, а коллеги из других изданий продолжили расследование работы Грандскингсвери. Журналисты Экспрессин вышли на одного из активистов проекта. Однажды тот по ошибке указал свое настоящее имя – Фабиан Фьеллинг. «Ответил Фьеллинг как настоящий интернет-тролль. Выложил собственное видео со встречи». «Вы руководите сайтом Грандскингсвери. Нет, это вы ответьте. Почему вы пришли ко мне домой, а не позвонили? Меня направила моя газета Экспрессин. Может, и я могу прийти домой к вашему редактору? Вы дадите мне его адрес?» Разоблаченный активист больше не скрывается и называет себя и коллег по Грандскингсвери не провокаторами, а тоже журналистами. «Мы называем себя гражданскими журналистами. Идея в том, что у каждого есть право задавать вопросы, и что недозволенных вопросов быть не должно». Фьеллинг признает – да, звоним людям часто и по многу, свои имена скрываем, без предупреждения записываем разговоры и редактируем их. Но, говорит, так делают все журналисты. Сайт называют ксенофобским и даже нацистским, а он отвечает – наши взгляды отличаются от позиций остальных медиа. «Текст, написанный непрофессионалом, звук, записанный кое-как, видео, сделанное на коленке – все это еще вчера жило отдельно от больших медиа с большими бюджетами. Но современные технологии уравняли всех. Все теперь в интернете сражаются за одни и те же просмотры и лайки». «Действительно ли Гранд Синцверия заботится в первую очередь о популярности или занимается пропагандой? Проект подозревают в связях с российскими властями, но, кроме специфического выбора тем, доказательств нет». «Они все паникуют, что Путин придет и нас завоюет. А мне кажется, что интерес Путина к Швеции ограничен до тех пор, пока мы не разместим на нашей территории американское ядерное оружие». «Они совершенно не приемлют независимость Украины. Но и в общем это шведская версия традиционных правых взглядов. По природе своей они очень пророссийские. Когда я говорю пророссийские, я имею в виду прокремлевские». «Шведские законы не запрещают ни троллинг, ни гражданскую журналистику. О связи Гранд Синцверия с Кремлем не доказаны. И несмотря на скандал, проект продолжает работать. Фабиан Феллинг и его товарищи выкладывают в сеть все новые записи и собирают средства. Именно за этот крючок, финансирование, надеются ухватиться шведские журналисты. Они пытаются выяснить, откуда скандальный сайт берет деньги. Андрей Шилов, специально для программы «Смотри в оба». «Смотри в оба» – программа о новостях и тех, кто их делает. О фейках и сенсациях, о невольных ошибках и сознательных манипуляциях. Будьте внимательны и смотрите в оба на канале «Настоящее время». Увидимся через неделю. До встречи.